Всем привет! В предыдущем видеоролике я проверил тест на различного рода рыболовных узлах. В этом ролике я хочу провести тест между клинчем и паломаром. В качестве крючков я буду использовать обычные кольца. То есть к одному крючку я привяжу кольцо при помощи узла паломар, а ко второму привяжу при помощи узла клинч. Кстати, напомню, лёстка 0,4 жёсткая. В предыдущем видеоролике узел клинч выдержал почти 8 кг на жёсткой лёстке 0,4. Все остальные лопнули. Но давайте в самом начале видеоролика поставим лайк. Вам не сложно, а мне не приятно. Все узлы, которые будут на этих кольцах, я буду предварительно, конечно, смачивать. Как узел клинч, так и узел паломар. Сейчас привязываем второе кольцо уже при помощи узла клинч. То есть сделать мы будем очень просто. Будем тянуть одно кольцо в одну сторону, в другое в другое. То есть я вам сейчас покажу. Сделаем мы это на столе. Одно кольцо закрепим при помощи самореза, а другое к другому привяжем берёвочку и подтянем. И какой из узлов лопнет первым, тот будет слабся. А тот, который останется, будет наиболее сильным. А потом проверим паломар при помощи безмены. Сколько выдержит, как говорится, тот рыболовный узел. Ну, смотрите сами. Сейчас будет весьма интересно. Кстати, при помощи этого, когда я первый раз тестировал, одно из колец улетело так, что я его потом мог найти. Пришлось одно кольцо заменять. Итак, одно кольцо мы одели на саморезы. Это жёлтое кольцо, которое было привязано к узелу к паломару. Я резинкой закреплю на этот раз, потому что, чтобы мне пришлось потом это колечко долго и упорно искать. Вдруг улетит. Они всегда обычно в этом месте улетают. Теперь я покажу картинки, то есть слева и справа, вы видите, с одной стороны паломару, с другой стороны узел клин. А к другому колечку мы привяжем верёвку и при помощи обычных тисков, то есть вала тисков, я натяну. И посмотрим, какой из этих колечек, то есть какой из этих узелков лопнет. Итак, тянем. Тянем в разные стороны. Ну вот, колечко, как говорится, на котором был узелочек под названием паломар. Паломар, паломар, паломар. Паломар. Или вы говорите. Короче, лопнул. Клинч, узел клинч, выдержал. Сейчас давайте попробуем при помощи безмена это всё дело проверить. Напомню, что клинч, клинч, выдержал тогда почти 8 килограмм на лёск, на жёсткой лёске 0.4. Посмотрим, сколько на безмени выдержит паломар. И вы поймёте, почему он не выдержал. Да, около 5 килограмм. Давайте ещё раз проверим. Ещё проведём один тест. Снова всё то же самое сделаем. Закрепим без мел. Оденем колечко, на котором одет поводок с узлом паломар. В предыдущем, как говорится, тесте он лопнул на 5. Чуть-то... Ну, округлим. 5 килограмм. И всё. Пусть будет 5. Смотрим. Как говорится, пусть поэтому-то узел этот и не выдержал. Клинч выдержал около 8, а этот около 5. Ролик понравился? Ставь лайк. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok